Приветствую вас! Ответ кроется в вашем, собственно, вопросе, как перестать корить себя за допущенную грубую ошибку в жизни. Вот понимаете, чтобы перестать себя корить, ну не перестать считать эту ошибку, грубой ошибкой, да? Потому что, когда мы говорим, что человек допускает какую-то ошибку, вот, мы всегда имеем в виду, что человек этого делать не должен был. Ну, то есть, вот, объективно просто, да, человек не должен был, там, не знаю, поступать как-то, вот. Но, в рамках жизни, в рамках жизни, ошибок никаких нет и быть не может, да? Потому что с ними живем как бы один раз, один раз, и мы живем первый раз, и не всегда, вообще, понятно, что это ошибка, что нет. Ну вот, это первое. Второе. Отказ от этого понимания ошибки, то есть, отказ понимания своих действий как ошибки, она, он, точнее он, отказ, ведет к такому признанию, что ли, признанию того, что стояло за этим действием, которое вы сейчас называете ошибкой. Вот, условно говоря. То есть, если, как только мы перестаем считать, что мы можем допускать в жизни ошибки, как только мы осказываем из этой позиции, то мы начинаем видеть то, что стоит за ошибкой, что стоит за, вот, тем действием, как только мы совершили, к примеру. Да? Вот. И, в общем-то, все. Но это не всегда работает, вот, в той очередности, в той последовательности, в какой я сказал. То есть, я не в терапевтическом смысле это сейчас употребил, да? Я это употребил больше, эээ, в смысле, в таком, эээ, популистский-популистском. Что-то, эээ, больше, эээ, удобоваримая форма. Потому что, эээ, в терапии, эээ, в терапии, эээ, там, эээ, в точности да наоборот, что происходит. Вот. И именно, понимание, того, что стоит за, эээ, действием, который человек считает ошибкой. Вот. Приводит сам к тому, что это перестает быть ошибкой. Ну, перестает считаться, эээ, считаться ошибкой. По крайней мере. Вот. Это первое. Кхм-кхм. Второе. Ммм, ну, понимаете, вот, вы говорите, что это было судьбоносное решение, я упустил много возможностей. Я не думаю, что в жизни есть, эээ, что-то такое, вот, эээ, судьбоносное. Да. То есть, я, эээ, просто знаю, что есть люди, которые, эээ, снова и снова, эээ, совершают одни и те же действия, совершают одни и те же поступки. Вот. Эээ, и они либо совершают это, потому что они привыкли, они боятся что-то поменять, либо они это совершают, потому что, ну, вот, они уже совершали, от них уже все этого ожидают, и они боятся эти ожидания не оправдать у людей. Вот. Ну, либо они этого хотят просто. Понимаете? То есть, ни одна система не может быть, ни одно, ни одно системное поведение, ни одно системное поведение не может быть без эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поэтому говорить о том, что вот я сделал одно действие, вот я совершил один поступок и всё, и всё упустил, нет, это из области перекладывания ответственности, потому что, если, например, у человека хороший специалист, да, и он, грубо говоря, сорвал важное собеседование для себя, то он потом обязательно найдёт работу другую, да, то есть он обязательно найдёт другое место работы, где ему будет хорошо, он обязательно найдёт способ, как себя реализовать, ну, просто потому что по-другому не может быть, вот, как бы способность, он всегда найдёт лазейку для того, чтобы себя проявить, Ну, вот, так что здесь мне видится, ну, примерно вот такая история, мне здесь видится примерно такой момент, вот, достаточно, к сожалению, искажённый, вот, то есть достаточно, ну, такой вот неверно интерпретированный вами, вот, и как следствие, я вижу здесь проблему личной ответственности, Я не знаю, насколько вы готовы это принимать, насколько вы готовы над этим работать, но я вижу такую проблему, проблему личной ответственности. Вот, и в заключение, последнее, я хотел бы сказать, это то, что человек никогда не может в момент принятия решения знать, что это будет хорошее или плохое решение, потому что в человеческой реальности, или, правильно сказать, в реальности человеческого выбора, Существует такой парадокс, что чем больше у человека возможностей повлиять в данный конкретный момент времени на те или иные вещи, события и так далее, то есть, чем больше у человека реальной физической, или не физической силы, чем больше у человека реальных возможностей изменить то, что вокруг него, тем меньше он себя осознает, чем меньше он видит, как обстоят дела на самом деле, и напротив, чем меньше у человека реальных сил для того, чтобы что-то изменить, тем больше у него понимание того, как правильно, в кавычках, надо было поступать. Вот. Ну и, в общем, я думаю, я думаю, что совершенно очевидно, что в этом парадоксе, в этом правиле, законе, если угодно, вы находитесь. Тут проблема в том, что человеческое сознание, оно инертное, и когда, например, у человека есть возможность реально на что-то повлиять, допустим, и когда человек перестает эту возможность, грубо говоря, иметь, когда у человека нет такой возможности больше, вот, сознание этого, сознание этого себя не включает. То есть, возможности повлиять на что-то у человека больше нет. Но при этом сознание, оно оставляет у себя вот это вот, новые знания, новый кругозор, который появился. То есть, в этом смысле, сознание, оно очень инертно и инфантивно. Оно, как бы, считает, что вот я буду больше знать, но если я буду, если я больше знаю, то я, соответственно, должен и больше мощь. Или мощь так, да, это так не работает. Чем больше ты знаешь, тем меньше ты можешь. И чем больше ты можешь, тем меньше ты знаешь. Вот. Как бы, если вы с этим не, как бы, я готов выслушать аргументы, ну, как бы, пойду по этому поводу, но, на мой взгляд, ну, как бы, я, вот, основание для того, чтобы оспаривать данный факт не вижу, не видел и не вижу. Ну, вот. Хотя бы потому, что, чем больше человек знает, тем больше у него вот это вот понимание, что его действия будут иметь последствия, тем менее свободно он себя ощущает. Вот. И, мне кажется, что вот такие моменты можно вам привести в ответ на вопрос, который вы задаете. Вот. Спасибо, кстати, вам за этот вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, обращайтесь к любому из специалистов, которых вы можете выбрать на нашем ресурсе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Итак,ответственно. Также оценку. Кажется, это. Ура. 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 Ура.